Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово! Сегодня в Марка 12 есть интересный вопрос, который задают Иисусу Саддукии. Они не верили, что есть вечность воскресения тех, которые когда-то умерли, они просто не верили. Люди умерли, и все с этим закончено. Вот интересно, Иисус сам воскрес, и когда Он воскрес, воскресли другие, так сказать, люди, кто раньше жили святые, они свидетельствовали, что Иисус живой. Да, очень интересно, Иисус говорит о том, что если мы, так сказать, поверим в Нем, будем вечно жить. Для этого послал Бог Своего Сына в этот мир, чтобы каждый, кто поверит в Нем, будет жить вечно. Всякий человек. А Саддукии не говорили о том, что будет вечность. Да, вот здесь нужно жить правильно по законам, а вечности нет. И они задают ему вопрос. Такой вопрос, связанный, конечно, с каждым. Они говорят о том, что вот как будет, если у человека было много жен или много мужей, кто же будет там в вечности, его мужем или женой. Я прочитаю, как это написано. Потом пришли Саддукии, которые не верят в воскресенье. Говорят, учитель Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его, пусть восстанет жену его, восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену, умирая, не оставил детей. Взял ее второй, тоже не оставил детей. Также третий, братья на себя семеро, и не оставил детей. После всех умерла и жена. И так в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет, тогда его женою, его семеро, все имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, не силы Божьей. Ибо так, когда из мертвых воскреснут, тогда они будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве вы не читали бы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть, Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Правда, интересное слово, сам вопрос вот такой, да, поймать Иисуса в чем-то, его так сказать, показать, как глупо все в этой Библии, наверное, ну или не знаю, вот именно это или те ворисеи, которые верят в воскресенье метро. Каждый, когда что-то задает, он что-то хочет достичь. Но они не искали действительно истины, они не видели в Иисусе Бога. Но Иисус отвечает им и отвечает очень сильно. Да, вечность будет другая, он знает в этой жизни многие люди, не только потому, что они женились, вот как в данном случае, а есть люди разводятся, сходятся, у них были одна жена, вторая жена, третья. В конце концов, они никого не любили по-настоящему, они прожили жизнь и они, может быть, никого не хотят видеть в вечности. Потому что были где-то разводы, были боли, были, так сказать, разлуки, были, так сказать, дележка какая-то, так сказать, обвинения, ругань, и в вечности потом опять встретятся с кем-то, с кем-то здесь так ругался, они не хотят более вечности. Но Иисус говорит, здесь нечто особенное, нечто сильное, там не будет этого, не будут люди ни сходиться, ни разводиться, ни жеными. Будет что-то такое, когда будут все просто в гармонии, потому что зло исчезнет. Зло исчезнет, и там то, что все вмешало людям, даже если они бывшие, так сказать, мужа жена, которые здесь когда-то не любили друг друга, но потом покаялись, приняли Иисуса. И вот в вечности они окажутся, все это зло исчезнет, они будут любить друг друга, потому что это вечность, они будут знать друг друга, и там ничего такого нет, они будут как ангелы на небесах. Интересно, это, конечно, вот такой, ну, как бы эскиз вечности, какая-то деталь, как там будет. Наверное, мы когда будем вечности, мы увидим, как это все будет, но оно будет прекрасно, потому что Бог говорит об этом, Иисус говорит об этой прекрасной вечности. И не надо себе, так сказать, заморачивать голову, как там будет. Все, что там будет, будет понятно, будет ясно, будет прозрачно, будет красиво, будет вечно, и с нами будет Бог, мы будем в Одеснове самого Бога близко с Иисусом понимать, не будем тех близких, которых мы здесь любили, будем любить дальше. Это так важно, что у Бога вот так вот. И он интересно говорит им, даже вот эту мысль про Авраама, про Исаака, что Бог говорит, я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова, я Бог живых. То есть для него они живые, они не умерли, они вечности будут жить. Мне интересно Билли Греем уже в глубокой старости сказал своему сыну, когда я умру, то скажут, что умер Билли Греем, не верим, я буду жив, и буду живее, может быть, живых. У меня только сменится адрес. Мой адрес будет на небесах, потому что я буду жить в вечности. И вот это слово, когда мы вникаем в ту любовь Божию, которую Он нас возлюбил здесь, Он нас омывает от всех грехов, и мы можем с им вечно близкой, в такой чистой связи жить, понимать Его. Уже здесь, на земле, Он может в нас, внутри нас жить, и обещает нам, что мы в вечности будем с Ним жить, то это такое замечательное, замечательное слово. И когда нам какие-то вещи не очень понятны, вот как будет то, или как будет это, будет ли на земле, будет ли на небе, где разместятся все эти многие-многие души, которые спасутся, как будет в гиене огненной, то нам надо знать одно. Мы им делаем, мы имеем дело, мы имеем дело, мы имеем в дело с любящим Богом, и с Его Сыном, который свою жизнь всю отдал, чтобы все люди могли быть прощенные и жить в вечности, чтобы Его любовь, она была в этом мире сегодня, в нас жила и одна же вечность объединяла нас. Спасибо, Господи, Господи за вечность, спасибо за Твою любовь к людям. Аминь. Аминь.